Итак, друзья, это видео будет о том, о чем сейчас практически никто не говорит, хотя казалось бы, об альтсезоне, ребята, об альтсезоне, который надвигается вот уже буквально здесь и сейчас, пока биткоин продолжает плавно разворачиваться после своей консолидации в районе 25 тысяч долларов и делает, конечно, упорно вид, что он сейчас пойдет еще ниже, переписывает какие-то ложные заколы, RSI перепроданные рекордно. Но, естественно, в это время никто не лангует, по большому счету, ни у кого нет денег, уже просто все налосили, всех смыло уже давно этим медвежьим рынком, и это мы смотрим на биткоин, ребята, но если мы посмотрим на альткоины, давайте посмотрим Total 3, высокорисковые альткоины. Они вообще выглядят просто супер помедвежьи, посмотрите, и готовы вроде как переписывать low по теханализу, да, это так и есть, кстати, это так и есть. И я вам хочу сказать, ребята, что это смотрит вниз, но нет, не все так просто, если было все так просто, все бы зарабатывали. Это, ребята, смотрит на самом деле наверх, потому что смотрите, что у нас здесь происходит. В логарифмическом масштабе Total 3 рисует у нас с вами вот такую штуку, примерно, где мы видим макроциклы пампов, дампов, пампов и дампов. И по этой логике, ребята, нас с вами ждет в ближайшем году памп, как вы можете видеть из графика. Что мы уже видим, кстати, на многих новых монетах типа BGB, которые, посмотрите, как уверенно прет наверх, и все еще стоит ниже доллара монета биржи BitGet. Та же КАСПА, ваша любимая, посмотрите, абсолютно идентичный график, да, тоже уверенно прет наверх, и все еще стоит ниже 10 центов, скажете вы. Почему бы и нет? Может быть новый булран, новые альткоины. Но, кстати говоря, КАСПА, ребята, которые переписывают all-time low за all-time low, и стоит уже в 150 раз дешевле, чем на своем all-time high, тоже на месте не стоит. И у нее-то как раз по money flow, и по RSI, и по всем делам идет именно заходной на long, заходной на long. Плюс я хочу сказать, что я зашел на сайт и почитал, как ведутся работы. И ребята, чтобы вы понимали, на месте не сидят. У них уже запущена кэшбета. Это именно для европейских пользователей, которые включают функцию создания своего IBANA. IBANA. Как я его называю. Ну и вот они работают над созданием карт и всего остального. Короче говоря, вы можете сами почитать у них на сайте и скачать приложение, если оно доступно в вашем регионе. Поэтому я-то как раз не думаю, что проект Scam, как там многие что-то говорят, что Карл куда-то слился, это скорее какие-то регуляторные штуки. Я лично сам продолжаю накапливать касту и не продаю. Вот, так и что получается, говоря про альткоины, у нас с вами их много, у нас их тут просто сотни тысяч на CoinMarketCap. И, кстати говоря, мы можем вот здесь сверху рассортировать их по цене к биткоину, их цену в биткоинах смотреть, а не в долларе, что я уже сделал. И тогда мы видим, насколько у нас сейчас с вами альтсезон. Мы видим, что на неделю, за неделю практически все монеты, кроме трона и тонкоина, подешевели и биткоин кэша. Кстати, по биткоин кэшу интересный импульс сейчас идет, как и по тону, видимо. Смотрите, тон плюс 10% за неделю. Так, тон можно купить на Кукоине из тех бирж, что у нас есть в описании, и торговать им можно на Байбите. Давайте посмотрим спотовый график тона. О-о-о! Ну, тут непонятно, тут истории очень мало, но, тем не менее, вот оно сопротивление потенциальное. И вот поддержка сразу же по тону. На Окиксе чуть больше истории. Но тоже тут пока... На самом деле это видео не про теханализы, я хочу вам сказать. Мы просто смотрим монеты, и я под них рассказываю вам важные вещи. Тут, конечно, да, зеленая точка, выход из money flow. Тем не менее, уже RSI как бы сигнализирует о том, что он не в самой перепроданной зоне, назовем это так. Поэтому тут как бы что, гримасу можно вот... Вот это гримасу как раз... Блин, вот с гримасой чуваки будет 99,9% как с PPS, Lolo и со всей шнягой. Никто там сейчас не откупит на золотом кармане это говно. Ну, может быть, микроотскок и туда. Ну, даже когда... Там даже не дают микроотскоков. Короче, гримаса шорт, скорее всего. Ну, дисклеймер, не финансовый совет. Но все ссылки в описании, по которым можно зашортить. А мое дело вам другое рассказать сейчас, что вот... Dash, кстати, long по-любому вообще. Dash по-любому long. Вот туда на закрытие гэпа и потом на To The Moon на 18500. Ripple тоже, мне кажется, старый этот заброшенный мусор тоже должен стрельнуть. Но, кстати, в моменте вот у меня дампится позиция на 23 доллара. Биток, понятно же, long. Конечно же. Bitcoin Cash хотел еще глянуть, потому что там интересный девелопмент на нем происходит. По Bitcoin Cash, что он зашевелился. Он отбился. Он отбился аккурат от золотого кармана, посмотрите. И пошел наверх и уже дошел до 0,5 FIBA. Поэтому тут давайте пока посмотрим, что произойдет дальше. Потому что, определенно, конечно же, даже у BitRash тут есть вот такое нисходящее сопротивление, в которое мы сейчас уперлись. Поэтому давайте посмотрим, не начнется ли сейчас вообще супер-мега-дамп после моего видео, как обычно. Но цель этого видео была в том, чтобы сказать вам, друзья, да, Bitcoin идет наверх, но альткоины пойдут наверх еще сильнее. Не забудьте об этом. Вам об этом никто не скажет здесь на дне альткоин рынка, где мы сейчас находимся. Вам всем об этом будут орать на верхах опять, когда нужно на самом деле продавать. Лайткоин, опять же, посмотрите, находится на дне восходящего канала. Все еще показывает повышающиеся минимумы все эти циклы. Если вы это не видите, то вот я вам показываю стрелочками, это очень важно. Лайткоин находится в аптренде, повышающиеся максимумы у него. И по всей этой истории, по всей этой логике он может сделать вот так вот куда-нибудь к новым высотам. Тем более, что лайткоин BTC, если мы посмотрим, об этом нам сигнализирует с вами. Он тоже всегда так делает и рисует сейчас гигантский падающий клин, внутри которого маленькие вот такие вот тоже falling wedges, которые вот так вот просто обязаны сделать в какой-то момент, понимаете, это очень важно. Это нельзя пропускать мимо ваших глаз, друзья, и мимо ваших ордеров. Потому что посмотрите, что было с Doge BTC, когда он нарисовал абсолютно такую же формацию, как сейчас лайткоин. Он улетел на 100 иксов. Он улетел на 100 гребаных иксов. И мы с вами на этом канале покупали его там. Здесь показывает как будто бы больше, но на самом деле 100 иксов. Мы покупали его там и по 30, и по 25, и по 20, и по 15, Сатоши. А продавали по 150 уже и по 1500. Кто докуда додержал. И в этот раз будет что-то такое же, ребята, снова. Может быть не 100 иксов, но десятки иксов. Вот понимаете, вот такое минимум, такое движение внутри вот этого коридора, как это было здесь. Вот, вот этого коридора. Вот такое движение будет закрыто по лайткоину тому же самому или по дэшу. А это 10 иксов. А будет ли еще 10 иксов дальше, мы узнаем. Есть только один способ узнать, немного подождать. Пишите в комментариях следующие альткоины, которые мы посмотрим. Спасибо, что смотрите этот канал. Ставьте лайки, стопы теки. Эфир к битку тоже нам показывает, как локомотив, что он держит аптрет. Посмотрите в долгую. Это очень важно. При этом эфиру к битку нужно будет обязательно пробить вот это вот сопротивление нисходящее. Но если он это будет делать со средней скоростью, то это плюс-минус 7 миллионов Сатоши. Чуть больше, 7 миллионов 300. И там уже мы будем говорить о полноценном развороте тренда альткоинов к биткоину. Биткоин-доминация тоже уперлась в очень важный уровень сопротивления, собственно, от которого сейчас мы ждем с вами отстрел вниз. Мы ждем отстрел вниз, что будет сигнализировать об альтсезоне, соответственно же. Потому что, опять же, я вам напоминаю, что мы находимся очень-очень низко в супернакопительном канале по глобальным метрикам от Бенджамина Коуэна. Это общая криптокапитализация вместе с альткоинами и трендовая линия. Нам все еще нужно вырасти на 50, точнее на 100%, чтобы вот этот гэп в минус 51% закрыть. На 100% мы должны вырасти в среднем на 2x, чтобы просто вернуться к средним значениям по этим метрикам. По доминации мы также с вами видим, что с учетом стейблкоинов она уперлась в уровень сопротивления 50%, 50.35% и пошла обратно в коррекцию, то есть в альтсезон. Без учета стейблкоинов то же самое мы видим, что мы уперлись в сопротивление на уровне 56% и откатились вниз. Но, правда, сейчас в моменте похоже на то, что мы видим еще один какой-то битсезон. Да, возможно, мы увидим сейчас еще закол альткоинов к биткоину вниз, то есть закол доминации. Но потом по-любому, ребята, нас ждут иксы по альткоинам, по-другому не будет. Поэтому, если уж вы хотите накапливать альткоины и открывать альткоин трейды, то нужно делать это когда, если не сейчас. Под сейчас я подразумеваю не сию минуту, но в ближайшие 3 месяца открывать позиции по перепроданным альткоинам. Вон, травала, посмотрите, где валяется. Ава, посмотрите, какой диверок. По вот таким перепроданным альткоинам точно не глупо, на мой взгляд. Аудио тоже, на самом деле, все еще очень дешевый. А вот BNB я бы не стал. Посмотрите, BNB уже выпал из треугольника, о чем мы и говорили. Отскок был абсолютно никакой. И BNB, походу, идет закрывать вот этот вот гэп долларов на 50. Было бы вообще шикарно. И к битку тоже его увидеть вот туда. Но дисклеймер, не финансовый совет. Все ссылки в описании. Пошортить, кстати, BNB можно вообще с нулевой комиссией на бирже Femex. Замечательно. В кросс-марже просто занимаете BNB под 0%, продаете его нахер и покупаете, что хотите. Все ссылки в описании. Всем профитролей. И до следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok